Все, мы в эфире. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, Лидер Тайм, и вам уже знакомая Диана, уже в нашей футболке. Да, всем привет! Всем привет! Так, пока вы любуетесь футболкой Дианы, я сделаю с вашего позволения репосты. Так, сразу же Telegram. Мне как сделать, я не понимаю. Надо разбираться. Если уже зарабатываешь в интернете, нужно как-то разбираться с этим. Вопросы. Надо, да. Согласна. Смотри, вниз, вот так, сверху. А вот поделиться ссылкой, и это, получается, куда выйдет Кини? Ну, к себе на страницу, попробуй нажать. К себе на страницу. Вот я нажимаю на своей странице, вот у меня. Вот у меня что-то вышло. Сообщение, почта. Ну вот, выбери на своей странице ВК. По-моему, нашла, да. На своей странице, да? Да, вот. Я уже нажал. Вот я нажимаю на Лидер Тайм. Сообщение, почта. Чик. Все. Лайф идет. Сейчас я уберу звук здесь, чтобы я видел, кто что пишет. Так, а кто-нибудь может что-нибудь написать? Никто ничего не может написать. Я не вижу, что пишет. Ну и неважно. Неважно. Я вижу, вот я включил на компьютере вот так, чтобы у нас было видно. И пока что комментарии я не вижу. Не вижу. Ладно, не суть. Разберемся. Итак, какая у нас тема сегодня. На самом деле мы вышли в Лидер Тайм не по какой-то конкретной теме. Я бы хотел, чтобы Диана рассказала и ответила на несколько вопросов. Рассказала о том, какой у меня сейчас чек. Только перед этим давайте посчитаем, сколько работает Profitbox. С 20-го числа начиная, да? С 20-го февраля, да. То есть, грубо говоря, так, как рублим, 4 недели. 4 недели работает компания. Естественно, Диана начала работать когда? До еще старца. На предстарте. Какой у тебя чек, на секундочку? На сегодня? Ну да, и на завтра. 501 тысяча. 501 тысяча. Всего-то 501 тысяча, друзья. Вы, если там где-то в найме, вытирайте проточкам слезы, вы смаркиваетесь там все это. Все это делайте, потому что 501 тысяча. Вот, Диана, вот эта милая девушка, заработала у нас в проекте за 20, там, грубо говоря, 5 дней. Ну, конечно, если взять еще момент, то, что ты работала на предстарте. Расскажи, как ты работала на предстарте. Вот, что ты делала? Ну, изначально, так как я была в старце, то есть есть и сейчас, то я сначала позвала свою команду, то есть та, которая у меня в старце. Потом мы начали уже работать по приглашениям, то есть я по приглашениям начала работать. У меня вестевой чат, у меня канал. Сейчас я начала еще соцсеть вести, то есть вот начала писать очень много, брала рекламу. То есть вот так вот потихонечку-потихонечку народ подтягивался. По знакомым пошла тоже, то есть вот так вот и набралось. Сейчас отличается режим твоей деятельности и работы от момента предстарта. Сейчас ты в каком режиме работаешь? Пишешь ли сама? Как вообще твоя работа сейчас, деятельность? Ты знаешь, вот сейчас как вот старт начался, у меня все-таки немножко по личным приглашениям я просела, потому что у меня больше началась такая командная работа. Я очень много уделяю внимания, обучению, вот это вот объяснению. То есть очень много людей, так как у нас команда растет, и я работаю не только с лично приглашенными, но и с людьми, кто в глубине уже, да, то есть они ко мне приходят, я им объясняю. Вот, и вот получается, ну и плюс у нас движи командные, там получается надо поставить туда и сюда, и вот мы как-то там все это у нас движ командный постоянно тоже время занимаем. Скажу тебе, а сколько у тебя в команде сейчас на лично приглашенных и всего в команде? Ну, лично приглашенных, конечно, маловато, 40, а уже общая команда, структура 825, что ли, уже сейчас вот на сегодня. Каждый день люди прибавляются у тебя в команду? Очень, да, каждый день, просто сейчас особенно вот пошло, что как это со скоростью света. А с чем это связано, как ты думаешь? Почему на предстарте так не шли? Ну, ты же объясняла всем, ребята, ну, ты так классно. Ну, потому что, понимаешь, одно дело, когда ты что-то говоришь и говоришь, вот так будет, да, а люди еще, ну, не совсем понимают этого. А когда уже вот, помнишь, получается, тот наш с тобой лидер тайм был, получается, после старта через два дня, вот. И тогда вот я уже тогда, вот, когда вот это вот все началось, вот эта вся движуха, да, большая, ну, у меня был такой восторг, если ты помнишь, да. То есть вот это вот все, вот это канал в чеках. У нас просто прервался лидер тайм, помнишь, прервался. Да, да, кстати, у тебя сейчас телефон, надеюсь, нет. Нормально, вроде еще половина, хватит нам. Вот, и вот, понимаешь, тогда вот эта движуха, когда началась, люди это начали увидеть, те, кто особенно наблюдал у нас. У меня даже вот девочки, которые зашли на пассив, вот особенно одна, она зашла на пассив, такая, говорит, ну, я, наверное, не буду никого приглашать, ничего, ничего. Дошла, она, получается, несколько дней посидела, дошла до третьего стола, и потом включилась, и сейчас у нее структура очень большая, понимаешь? То есть, давай, получается, смотри, по факту, вот это вот все пассивчики, не пассивчики, хрень собачья. Да. Вот реально, вот люди говорят, я там пришел на пассив, это по-любому отговорка всегда, отговорка, чтобы если у меня что-то, мне не понравится проект, зачем мне, типа, обещать сейчас? Вот ты меня зовешь, я такой думаю, вроде хочется, но обещать сейчас, что я включусь, как бы не буду, а вдруг мне не понравится, и Диана подумает, а, ты говорил, включишься, не включился. А тут как бы зайду на пассив, чисто посмотреть, поэтому 50% вот этих вот людей, пассивщиков, это спящий вулкан, я их называю так. То есть, они такие в состоянии наблюдения смотрят, есть ли тут переливы, как вообще люди довольны, недовольны, как работает вывод, и потом их начинает осеневать тот факт, что, блин, а здесь же все работает, и тут еще и можно двигаться. Если я дошла до третьего стола, причем никого не приглашая, то что будет, если я буду приглашать? Она по-любому уже на реинвесте в четвертом столе. Ну, конечно, если у меня сейчас большая команда, то у нее там уже не один реинвест. А что она сейчас говорит? Ну, сейчас она, конечно, довольна. В восторге так же, как и все. Согласись, тот факт, что все-таки в теории, когда я рассказывал, помнишь, про маркетинг, говорит, тут ручная расстановка, семемески. Да, да. Ой, семемески, ой, это ручная, это меня переливы обойдут. Ну, согласись, это круто, когда есть возможность поставить туда, куда тебе нужно, точечно. Конечно, это круто. Вот это меня больше всего и завлекло, ну, помимо спонсорских, конечно, потому что я уже по старцу знаю, что это такое, и это круто. А ты ожидала вообще такой движухи? Нет, не ожидала. Вот даже смотрела. Я никто не верил, получается, я столько работал. Говорил, будет круто. А сами такие, ну, наверное, навряд ли прям так будет, конечно, потеваем ему головой. Нет, я знала, что будет движух, но я не знала, что до такой степени будет вот настолько вот это вот. Сейчас же с каждым днем даже канал Чеков, невозможно свой чек найти. Там уже просто, там никого не найдешь. Это вот два часа. На самом деле, на самом деле, я хочу сказать, что я уже перестал следить за каналом Чеки. Это контент просто, контент для кого-нибудь, кто хочет посмотреть. Даже не то, сколько человек получает, а то, сколько чеков приходит. Вот я захожу раз в сутки туда, смотрю, и там, допустим, 5700 сообщений. То есть примерно 5500, около 6000, да, приходит чеков. Давайте возьмем, допустим, 5000 чеков умножить на 400 рублей. Это 2 миллиона рублей. Да, это очень много. 3 миллиона рублей выходит бонусами, а то бывает и 3. 3 миллиона рублей в сутки люди получают бонусами. Ну, это, наверное, должно о чем-то говорить. И причем количество чеков, оно меньше не становится. А оно сколько больше? А оно с каждым разом все. С каждым днем на соточку все больше и больше. О чем это говорит? О том, что больше людей приходит. На старте у нас было 4200 человек, а сейчас, по-моему, 14500 уже человек. То есть в три раза. В три раза практически, да. И это еще мы не запускали второй маркетинг. Мне уже люди пишут с рекламы, типа, давай мы будем рекламировать ваш проект. Ну, как бы, я говорю, слушайте, ребят, мы не нуждаемся в рекламе. Я сам сетевик с огромным стажем. Ну, я никогда не пользовался рекламой. Говорю, для меня это вообще темный лес. Я вот люблю пригласить человека, я четко знаю, что я проделал объем работы. Но я знаю, что ты пользуешься рекламой. Скажи мне, пожалуйста, как вообще с рекламой дела у тебя обстоят? Работает это, нет? Ну, вот вообще работает, конечно. Но я говорю, вот я последние, особенно две недели, я пока рекламой не занималась, потому что на той неделе я еще болела. Ну, ты знаешь, да, слышал, наверное. И поэтому немножко я вот так выпала на несколько дней, получается, пока оклемалась. Сейчас вот опять я. Вот я себе дожу сюда свой волшебный блокнотик. На следующую неделю, так как начинается предстарт, я уже себе записала пунктики, что у меня реклама, что у меня там, получается, я буду каждый день писать столько-то, столько-то. То есть вот уже чисто я вот на следующей неделе хочу заняться уже своим. Вот именно первую линию хочу побольше сделать, чтобы на предстарте уже работать. Диана, как ты знаешь, вообще стоит ли увеличивать всегда лидеру первую линию, даже если у тебя апостасы? А почему? Ну, как почему? Потому что это больше доход будет, да, больше, получается, команды растет. Получается, каждый кто-то же приходит в команды, да, даже если они говорят, что на пассив, потом они включаются, соответственно, команды становятся больше и больше. Это всегда то. Ну, знаешь, что меня всегда привлекало? Почему я, ну, ты знаешь, в каком режиме работал я на предстарте, я всегда горел тем, что я кому-то могу поставить перелив такого же активного партнера. Соответственно, если ты расширяешь свою первую линию, ты даешь кому-то партнера. Да. И это сильно активирует. То есть они такие сидят внизу, там первая, вторая линия, говорят, ну, даже если не приглашают, блин, у меня самый верхний лидер приглашает. Админ даже мне ставит иногда переливы, да, ты видела, что я всегда, если человек как-то работает, готов помогать. И человеку становится даже немножко стыдно. Ну, это нормальное состояние, когда человек такой, блин, я тут ищу отговорки какие-то, там они очень сильно заняты, и у них достаточный уже заработок, чтобы работать просто с командой. И они все равно приглашают. И у них приглашения идут. То есть кого-то можно еще найти. И, соответственно, человек начинает там себя закрывать, да. Они потому что видят, что если человек вышестоящий работает, значит, дублицирование вот это тоже ведь имеет значение. То есть они начинают тоже тянуться, повторять вот эти действия. Соответственно, конечно, уже результат другой идет. Ну, вот эта тема, знаешь, дубликации во многих компаниях, пригласи только двоих и скажи, чтобы тебе по два пригласили. Ну, бред. Знаешь, почему я считаю, да приглашать надо много, потому что кто-то может выпасть. Вот человек заболел элементарно. Выпал. И, соответственно, ты будешь ждать, пока он выздоровеет. Нет, такого не может быть в сетевом бизнесе. Нужно всегда работать на максимум. Хочешь получать максимум, работай на максимум. Как я в блокнотике в этом говорил на школе. У тебя, кстати, партнеры твоей школу прошли. Ну, ты скидывала. Я почти каждый день говорю, давайте, проходите. Ну, многие начали, да. И уже кто-то даже в соцсети начал оформлять. То есть потихонечку они включаются и приходят ко мне, спрашивают, что, как там. То есть, опять-таки, я там помогаю, что-то объясняю по соцсетям. То есть, вот. Скажи, Диана, вот у тебя чек полмиллиона. Работы все больше и больше прибавляется. Согласись, когда команда растет. Да, работа. То есть, самая главная задача лидера, это 24 на 7 быть на связи. То есть, быть на телефоне. Ну, я, знаешь, уже сейчас вложусь вообще очень поздно. Стою, я уже смотрю, у меня там куча сообщений. То есть, я даже вот в своей соцсети, получается, в основном пишу и сторисы, и посты. Уже когда я понимаю, что все ушли спать, ладно, все, можно теперь свои дела. Они тебе дают немножечко времени перед сном, и ты уже быстренько накидываешь пост уже. Ну, для галочки же нужно это сделать. Я точно так же делал сторисы. Ну, сейчас я уже не пишу сторисы, но потому что просто нет времени. Ну, и когда нет времени, а обо что, знаешь, там показать, просто себя показать? Ну, зачем? Ну, как бы, это неинтересно уже. Тем более, самый главный сторис у нас начнется в четверг. В четверг у нас... Ой, я прям жду. Мне интересно, как ты думаешь, сколько будет человек в вебинарной комнате? Вот твое предположение. Ну, не знаю даже. Может, по тысяче? Ну, вебинарная комната максимум на тысячу. Можно ее расширить. На тысячу, да. То есть мы будем расширять ее на тысячу. Я думаю, у нас на презентацию про фитбокса пришло 700 человек тогда. Ну, значит, здесь будет больше. Потому что даже вот мои 800 человек, да, они все ждут. Все выйдут и все. Меня вчера... Яна засла на презентацию, больше никто не смотрит. Такое тоже может быть. Кто успел, тот и первый. Второй тапки, совершенно верно. Диан, скажи еще такой вопрос. А у тебя в команде там блогер есть один? Да, есть. В Белоруссии? Да. Да? Есть. Он тоже пришел к нам. Он выходил на связь, говорит, ребят, я чисто посмотреть. Да, я знаю. Мы отправили его к тебе. Я так, изи, просто посмотрю, что тут у вас за движуха. Мне тут сорока на хвосте принесла, да? Движушка какая-то есть. Посмотрел, понравилось. Сейчас он Брэдди. Да. И уже закрывает второй столбом, да, во второй перешел? Нет, во второй он еще не перешел. У него первый почти, да, почти, да, там немножко осталось. И у него чек там что-то уже под соточку, наверное, да? Ну да, неплохой чек. Ну, у него там прошли, люди работают, идут, там, можно сказать, он как он, где-то моя четвертая линия, то есть, ну, там активные. В глубине где-то, да? В глубине, ребята. Да, ну, они прямо активные, молодцы. У нас есть люди, я тебе скажу, ну, так, просто общаемся, да, между нами еще 62 человека смотрят. Ну, ладно. У нас есть люди, лидеры с других компаний, они инкогнито работают, они вышли на меня, они работают инкогнито, объясняют это так, ну, что они зашли в один проект, как бы официально, знаешь, когда ты заходишь официально, и, конечно, сейчас тебя люди не поймут, если ты... А теперь давайте флаг профитбокс у себя повесим, все такие, чего, ты же только что, как бы, качал другое, но они завели сюда свои структуры, начинают заводить, там десятки тысяч людей, они постепенно их заводят, им очень нравится. И говорят, почему раньше, типа, нам не рассказали об этом, до того, как мы зашли туда, я говорю, ну, ребят, что поделать, мы, как бы, ну, никуда не торопились, мы, как бы, смогли, так и запустились, причем запустились, на самом деле, согласись, без сучка и задоринки, особых проблем вообще никаких. Что-то гладко было. Я думаю, что новый маркетинг мы подойдем с такой же, скажем так, подготовкой, хотим, чтобы все поэтапно было, но главное, чтобы презентацию все вместились. Мы готовим интересное видео, мы такого еще видео не делали, оно вообще не про маркетинг, оно как бы о маркетинге, но не про маркетинг, там не будет столов, там ничего показано не будет, мы больше делаем акцент на мотивацию, то есть видео направлено на это, оно будет небольшое, легко смотреться. На самом деле, больше всего ждет презентацию Дима, потому что он писал маркетинг, я только вносил там корректировки какие-то, он говорит, что это шедевр, шедевральный маркетинг, это просто произведение матричного, говорит, искусства. Да, мы уже давно читаем дни уже. И самое интересное, мне нравится выдержка всех, никто не задает вопрос. Пару раз спрашивали точка фода, какая будет, я говорю, доступная точка фода для всех, ну, никто не задает вопрос и не лезут вперед паровоза, это очень важно. Ну, и вообще есть чем заняться. Скажи, пожалуйста, Диан, как ты думаешь, через, точнее, давай так, у нас 25 апреля будет старт нового маркетинга уже, то есть через месяц, сколько у тебя на тот момент будет команда? Интересно. Ну, просто мы потом посмотрим записи. Если, допустим, сейчас 820, да, то есть если даже... Сейчас 1000, а пускай вот на этой неделе... Ну, пускай будет, да, 1000, я думаю, на следующей неделе 1000 и будет уже в начале недели. Но, смотри, если каждый даже вот взять, чисто посчитать, если каждый пригласит по одному человеку, да, то их уже будет 2000. У нас, если включится большинство, то там будет, я думаю, что больше 2000. Ну, твое предположение, сколько будет на момент 1 мая? Ну, путь будет 2000, ладно. Не буду я слишком много завышать. Много больше, мне кажется, будет 14500. Думаешь? Ну, конечно, смотри, каждый вот взять 1000 человек и из них где-то 10% пригласит. 10% это 100 человек. 100 человек пригласит как минимум по 2-3-5. Минимум по 2-3-5. А то кто-то возьмет по 10-15 пригласит. То есть эти 100 человек приведут еще 1000 и 2. Плюс это 1000. Где-то будет около 3000, 3-3,5, я думаю. И я хочу сказать, что представляешь, что начнется в Рэде. У нас же переливы будут идти в Рэд, в Блу с нового маркетинга. Да, я слышала. Там будет все движута. Мне даже интересно вообще посмотреть реакцию всех вас, когда мы покажем маркетинг, потому что это реально конкурентный маркетинг. Это даже не конкурентный, он абсолютно другой. Вот как про фитбокс, да, есть семиместки какие-то классические, да, от которых все там вот плюются эти семиместки прошлого века. Мы показали, как могут выглядеть семиместки в новых реалиях. То есть как бы вот так интересно можно все обыграть. Это такой современный маркетинг. Да, с учетом новых технологий, которые мы в нем применяем. Плюс вообще как сайт сделан. То же самое мы хотим сделать с двухместными матрицами. Мы покажем, как мы их видим и как можно сделать реально прибыльный путь до миллиона. Вот у меня идея сделать и показать прибыльный путь до миллиона. Не где ты ждешь, сидишь в свой миллион, где ты по пути еще помимо того, что ты получаешь миллион, еще и зарабатываешь. Ну, я думаю, в четверг все будут в приятном шоке. Да мы уже, по-моему, сейчас спать не будем. Ждем, ждем. Диан, скажи, пожалуйста, сколько у тебя активных лидеров первой линии? Ну, вот прям активных. Первых прям таких потенциальных, то есть уже не потенциальных, а уже таких состоящихся, вот у них уже свои чаты там, они со своей стратегией. Да, такие автономные, да, автономные лидеры. Да, это уже два человека, потенциальных еще два тоже в первой линии. И плюс еще вторая линия, у меня, получается, тоже две девочки активные, они тоже там, у них уже своя команда образовывается у каждой. И, ну, получается, вот еще у нас четвертая линия, ну, четвертая, по-моему, вот блогер еще наш. Скажи, а вы по какой-то стратегии работаете или просто по маркетингу? Ну, вот у меня кто уже, как ты сказала, автономные, они, да, у них есть своя стратегия, они там вот какую-то движуху свою наводят. А вот, допустим, я, ну, основная наша, кто у нас в общем чате, то я работаю без какой-то определенной стратегии, потому что если я буду сейчас вот еще говорить, вот ты ставь сюда клон, ты сюда ставь, каждого контролировать, это такая большая команда, но это, тогда вообще можно не спать. Просто сидеть и вот это все там расставлять. И тебе нужен будет еще один, это, зам, зам Дианы. Да, 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 видимо, так скоро и нужно будет искать. Но ты рекомендуешь работать вообще по маркетингу, да? По маркетингу, да, смотри, получается, у нас заходят в основном все треугольниками. Кто может, сразу заходят и в блю, кто не может, они, получается, накоплены в зеленом боксе, они потом покупают в блю, переходят, да. Вот, и я, получается, всех новичков ставлю друг по другу, то есть я помогаю. То есть они все у меня перемешиваются, соответственно, у них, и они получают и деньги, и они, как бы, и движение видят. И друг с другом общаются, да? Да, да, и они, получается, им становится интересно, как это все двигается, и они начинают включаться. Вот, получается, я им все рассказываю, обучаю, и уже потом они идут. Вот, сейчас уже тем более школа новичка. Я говорю, вот, все, есть все пошагово, можете уже начинать. Я даже записал ролик, помнишь, что такое матрицы? Да. Вот этот ролик. Я думаю, тоже очень кстати для тех людей, которые, там, начинают гадать что-то или слушать какие-то возражения. Вот самым простым языком, скажем так, меня, что такое матрицы, и как их преподносить, как они вообще работают. Ну, я вот, допустим, знаешь, еще это, перевью тебя, смотри, я еще, получается, сейчас начала делать свое такое обучение, чтобы постоянно не сидеть, каждому все не объяснять. И вот я сейчас думаю, что выходные я закончу его. То есть свое видение, как я вот эти, ну, вот эти матрицы... А как ты его упаковываешь, обучение-то? Оно типа текстом или там голосом или видео? Ну, нет. Ну, давай небольшой промо сделаем для тех людей, которые захотят к тебе примкнуть. Как это будет выглядеть? Ну, что-то я взяла из канала инструкции вашего, да, что-то я, получается, буду, начала, то есть записывать, вот, видео, прям, даже вот вчера ты, когда мне написал про то, что давай в пятницу, да, лидер тайм, я же на понедельник готовилась, и у меня как раз голосовой был, то есть я разбор маркетинга в своей команде проводила, вот. И, получается, я хочу делать еще вот выходные, записать такой вот, видео, небольшой обзор именно по маркетингу, как вообще вот это все происходит, потому что очень много вопросов у новичков, они, хотя и смотрят вебинары, но им, видимо, это или большое слишком по объему, или еще что, ну, очень много вопросов все равно возникает. Вот, и поэтому я вот как раз такое видео, обзор, разбор маркетинга, то есть... Ну, ты это делаешь по кабинету, видео, как бы, ну, или... Я буду делать несколько, то есть и по кабинету, то есть показывать кабинет, что куда, где найти клона, где найти партнера, вот это тоже очень много спрашивают, и получается, и как вообще вот эти все клоны ставить, куда что переходит, то есть рисуешь на этом, получается, отдельное видео, где вот я на листочке рисую матрицу и показываю, где, чего, куда. То есть ты показываешь прямо на листке бумаги и видео снимаешь? Да, да. А сколько длится видос? Минут семь, наверное, да? Ну, допустим, если вчера голосовому, у меня ушло на то, чтобы вот мы пообщались, там, и что получается, вопросы задавали, это ушло 40 минут на командный голосовой видео со звон, то есть я тоже им все... Давай так, сколько нужно новичку времени потратить на школу, чтобы уже включиться? Ну, какую школу имеешь в виду? Вашу? На твою, нет, вот к тебе. А на мою? Ну, я не буду делать там какие-то длинные видео, я буду там коротенькие видео, вот, какие-то нюансы рассказывать, и все, в общем-то. Я думаю, что там, в принципе, максимум ему хватит там, вот он, ему вопрос какой-то у него есть, возник, да, он зашел, вот это я все в канал упакую, определенный свой канал, и получается, он зайдет туда, посмотрит, и он уже будет знать. То есть он не пойдет уже ко мне спрашивать, он может там найти. То есть ты хочешь процесс автоматизации запустить, не интересное общение с тобой, то есть чтобы он на базовые вопросы получил ответы, как ставить клона, что такое клон, где он берется, а потом уже обращался с той информацией, которую ты ему дала. Окей, у тебя цели и планы какие-то поменялись после старта? Ну, нет, конечно, не поменялись, но единственное, что сейчас я вот пока к лету, у меня есть такие две мини-цели, то есть это избавиться от долгов и свозить детей отдохнуть. Сколько тебе нужно заработать, чтобы выполнить все эти две цели, примерно? Ну, не меньше миллиона. То есть еще помимо 500 тысяч, еще миллион? Ну да, если учитывать еще, что когда я вложила, то есть это Red, это получается Blue, и вот это если вычесть, то тут меньше немножко сумма получается же, нечистая. Но я думаю, с нового маркетинга к концу мая у тебя так и будет, где-то миллиона-полтора-два. Ну, я во всяком случае буду стараться идти к этой цели. Диан, дай, пожалуйста, несколько советов тем людям. Я знаю, что за тобой смотрят других компаний. Я знаю, что ты приглашала этих людей, кто-то уже зашел, кто-то еще наблюдает. Да. Дай пару советов просто им. Ну, пара советов. Вообще, конечно, вот большинство уже сомневается, что здесь действительно можно так зарабатывать. У нас уже и отзывы есть, можно тоже почитать. Да, канал с отзывами. Ну, до этого же не было отзывов. Все на словах, в общем-то, больше. Поэтому, как бы, я хочу сказать, что не надо вот прежде всего бояться. Вы зайдите, попробуйте. Я думаю, что сто процентов тем, кто вот уже знаком с матрицами, они даже будут удивлены, приятно удивлены, да. Если это новичок, который вот, если наблюдают у меня новички, которые хотели бы зайти, но боятся. Тоже, как бы, не стоит бояться. Заходите. То есть, потерять тысячу рублей, это не так страшно? Нет, нет. Ну, во-первых, мы, я, допустим, я веду людей до результата. То есть, в первый же день они получают эти свои 400 рублей. Зашли, тут же я клону ставлю. То есть, если есть еще человек, я ставлю его к этому человеку. То есть, он еще дополнительно получает. Хорошо, а что ты порекомендуешь лидерам, которые, допустим, наблюдают со стороны? Есть такие, я знаю. Лидерам других компаний. Вот как бы ты сейчас скажешь, чтобы они приняли решение попробовать? Потому что многих пугает Семеменский. Они даже еще не знают, что это такое. То есть, профитбоксинг. Ну, не надо пугаться. Вот даже пугаться. Я бы тот совет дал. Ну, это не то чтобы совет. Они потом очень будут жалеть. Вот есть синдром упущенной выгоды. Да. Когда они увидят здесь количество людей 150 тысяч, они такие, надо было включаться, когда было 10 тысяч. Надо было включаться, когда было 15 тысяч. Надо было включаться, когда было 50 тысяч. Надо было включаться, когда было 100 тысяч. И на 150 включится вся их команда. Так вот, я даю совет всем этим людям, которые наблюдают за тобой. За мной, наверное, кто-то там наблюдает. Почему? Я хочу просто вам сказать, дорогие, здесь будут абсолютно все адекватные люди, которые умеют считать и которые занимаются матричным бизнесом. Он у меня пропал чуть. Потому что лучшие маркетинга и лучшие компании, динамичные компании, интересные компании, вы на просторах Рунета в течение года не увидите. Ну, а может и двух лет. Поэтому просто лучше сейчас это начать делать. Хотя бы просто зайти и посмотреть. Знаете, сколько таких историй Диана может сейчас рассказать, где человек-лидер заходит посмотреть просто. Просто посмотрю. А потом говорит, почему я раньше не посмотрел? Вот это единственный вопрос, который задает каждый. Каждый у тебя в команде, кто сейчас. Почему я раньше не ответил тебе? Почему я раньше не ответил на твое сообщение? Почему я раньше не перешел по этой ссылке? Много. Почему раньше? Вот это единственный вопрос, который вас будет потом волновать. Да. Не теряйте время. Просто не теряйте время. Его у нас катастрофически всегда мало. Не так часто запускаются такие крутые проекты с такими лидерами, с такими основателями. Есть много разных проектиков, да, я это называю. Ну, там все само по себе как-то идет, по течению все плывут. Вот это вот. Здесь мы сами создаем течение. Мы сами его создаем. Как я люблю говорить, мы создаем тренд. Поэтому не теряйте просто времени. Здесь очень будет движуха большая, когда мы запустим второй маркетинг. Когда четверг будет презентация. На этот маркетинг завтра мы сделаем уже пост на вебинар. Я думаю, там придет больше тысячи человек. Ну, по крайней мере, больше 500 точно. Диан, спасибо тебе большое. Я думаю, следующий наш с тобой лидер тайм будет перед стартом нового маркетинга. Уже у тебя чек будет под миллион примерно. И на новом маркетинге, я думаю, чек уже к концу мая будет 2-3 миллиона. Ну, почему-то мне так кажется. С учетом, я знаю, как у тебя сейчас будет команда. Я вообще хочу постараться к этому идти. Самое главное, что у тебя люди рады. Я знаю, у тебя в команде люди довольны. У меня довольны, да. Особенно. А еще они довольны, когда от тебя клоны получают. У нас весь чат жужжит. Ну, я думаю, это любого человека адекватного радует. Когда ты работаешь... Это приятно. Это очень приятно. Видят и поощряют, да. Я считаю, что я своим примером таким дурным заражаю многих своих партнеров, которые точно так же поступают. Я от тебя этому научилась. Я тоже самое делаю. Перед сном особенно. Вот там есть у меня клоны или там я хочу поставить. Я беру, захожу в фильтр и все. И ставлю. Фильтр удобная, да, штука? Да. Очень удобная. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Я думаю, для многих Диана будет примером, как можно за месяц, по сути, заработать полмиллиона рублей. При этом, как бы спокойно работая, не рвать на себе волосы и бегать с листовками. Нет, это человек, который просто брал пример с куратора, то есть с меня. Что нужно делать? Приглашать. Приглашать, работать и выходить на процесс автоматизации. У нас очень удобные и комфортные условия, поэтому... Ну, особенно, когда уже сидишь в такой футболке. Да, особенно с такой футболкой, это вообще просто... Спасибо. Спасибо большое. Увидимся с тобой в каком-нибудь столе обязательно, ну и, конечно же, в чате. Друзья, если кто не смотрел, посмотрите в записи, эфир получился интересным, и вы посмотрите еще одну историю человека, который пришел на предстарте и уже заработал полмиллиона. Все, всем пока. Пока-пока.